Наступление зимнего периода. Предстоящие каникулы у студентов – веский повод, чтобы собрать юношей и девушек и в очередной раз напомнить им о мерах безопасности. Сезонная рыбалка, катание на коньках – популярный вид отдыха среди молодежи в этот период. Чтобы предостеречь ребят от опасности на водоеме, проинформировать о том, как себе вести, попав в беду или став очевидцем чрезвычайной ситуации, сотрудники МЧС продемонстрировали мастер-класс с разъяснением каждого из этапов действий. Мы сегодня проводим это мероприятие, в том числе с молодежью, чтобы именно от молодежи исходило как можно больше информации предупредительной о безопасной жизнедеятельности и на льду, и на снегу, и при катании на коньках, и на лыжах, и вообще во всех случаях жизни. Поскольку, ну представьте, что различных вариантов нестандартных очень и очень много. Вокруг себя посмотреть. И нужно быть внимательным, нужно быть осторожным. И вот эту осторожность нести в наше общество. На дворе зима, однако сильные заморозки еще не коснулись Брестской области. Пока молодые люди ожидают появления первого выхода на лед, работники освод предупреждают, торопиться в этом случае никогда не стоит в целях собственной безопасности. Неутешительная статистика – повод подойти к вопросу серьезно. За текущий год зафиксировано несколько случаев гибели людей на льду. Среди них три подростка. Эта обстановка опасна как для детей, так и для взрослых. В Драгическом районе тоже самое. В этом году у нас мужчина, молодой мужчина решил идти не через мост, а решил идти по Днепробовскому каналу, то есть примить свой пешеходный маршрут. И провалился под лед и утонул. То есть эта обстановка очень опасная. К сожалению, или к великому счастью для рыболовов, которые, для любителей подлёдной рыбалки, смертельных случаев таких, чтобы они гибли массово на воде, нет. Значит, ну, мы констатируем, что в зонах действия спасательных станций, постов, освод мы ежегодно, значит, спасаем несколько рыбаков. В ходе семинара не обошли стороной и тему правонарушений среди молодёжи. В числе важных вопросов – употребление спиртного несовершеннолетними, появление в состоянии алкогольного опьянения, а также курение в общественных местах. Мелкое хулиганство и не менее актуальная сегодня проблема. На сегодняшнем семинаре будет раскрыта тема работы с представителями неформальных молодёжных объединений. Для нас достаточно актуальный вопрос работы с так называемыми футбольными фанатами. И данным вопросом будет сегодня посвящено моё выступление. Безопасность жизнедеятельности – важный вопрос, который требует всестороннего рассмотрения. Семинар для молодёжи послужил для каждого поводом пересмотреть свои взгляды на серьёзные вещи, сделать выводы, исходя из чужих ошибок. В наше время мы большое внимание уделяем безопасности жизнедеятельности среди молодёжи. Потому что проводить только какие-то мероприятия такого массового характера – это одно, а безопасность нашей молодёжи – это совсем другое. И сегодня мы на семинаре рассматриваем различные темы по безопасности жизнедеятельности, профилактике употребления наркотических средств. Финалом нашим мы разведем буклеты, где представители студенчества развесятся на своих учреждениях образования, их на досках информационных. Взаимодействие с общественными объединениями, оказание первой медицинской помощи, правила безопасного поведения на льду – этому и многому другому – юноши и девушки смогли обучиться в ходе семинара. Хочется верить, теория плюс наглядный пример пригодятся им и помогут в будущем.